Здравствуйте! Как всегда в это время выходим на дистанцию. Главные спортивные события недели в Волгодской области по традиции в нашем 15-минутном обзоре. Сегодня в программе. Северсталь сменила тренера и пока побеждает. Это хоккейная жизнь, бывают переменные. Вологда Чаваката стартовала с поражения. Ужасный процент бросков, особенно со средней дистанции. Юбилей Сан Саныча. Тренер единственного олимпийского чемпиона Череповца отметил 70-летие. Вид спорта наш непрестижный, тяжелый. Женская баскетбольная команда Вологда Чаваката стартовала с поражения в чемпионате российской премьер-лиги. Сезон в Лохжанке начали на своей площадке матчем против одного из самых именитых российских клубов – «Спарты НТК» из Московской области. Обе команды очень молодые по составу, а потом перспективные. Вологда Чаваката отлично привели стартовую четверть матча. По ее итогам, хозяйки зала ввели с преимуществом в 7 очков – 18-11. Однако уже во второй десятиминутке все изменилось. И на большой перерыв команду ушли при счете 27-31 уже в пользу гостей. Во второй половине игры преимущество «Спарты НТК» выросло до двухзначного. Казалось, исход матча ясен. Однако в Лохжанке не сдались и к третьей минуте заключительной четверти догнали соперниц. Увы, развить успех не удалось. Мастерство соперниц оказалось выше. В концовке матча они были точнее в атаке. В итоге 52-64 – первое поражение Вологды в сезоне. Самым результативным игроком Чавакаты стала американка Кейла Александер, сыгравшая первый официальный матч за Вологду. Сегодня была, возможно, какая-то несыгранность. То есть было очень много возможностей для бросков. Были открытые броски, но что-то не складывалось. И проблемы в защите. Своей защитой они нас вынудили. В принципе, все. Каждый эпизод игровой через борьбу, через борьбу, через борьбу. И отсюда и ужасный процент бросков, особенно со средней дистанции. Отсюда и обидные промахи, и обидные ошибки, и проигрыш. Первое поражение и быстрый реванш. Волейболистские «Северянки-2» в выходные провели два матча чемпионата России в высшей лиге «Б». Соперником была команда «Экранс-Дюшор» из Санкт-Петербурга. В первой игре «Черебовчанки» уступили в первом сете, но уверенно выиграли вторую партию. А вот затем преимущество «Петербурженок» оказалось значительным, благодаря участию в матче опытной Юлии Байлуковой. В итоге 1-3 – первые в сезоне поражения «Северянки-2». К воскресному матчу «Черебовчанки» сделали правильные выводы. В повторной игре хозяйки зала меньше ошибались и чаще заставляли это делать соперниц. «Северянка-2» опять проиграла первую партию, но в трех последующих была сильнее. В итоге победа 3-1, и «Черебовецкая» команда снова во главе турнирной таблицы. В «Черебовце» появился новый вид спорта. Новый для нашего города. Это гандбол, или как его еще называют, ручной мяч. В спортивном комплексе «Юбилейный» прошла презентация в Вологодской областной спортивной федерации гандбола. С началом учебного года в «Черебовце» открылись две детских секции гандбола. Они работают в первой и 14-й школах. Занимаются и мальчики, и девочки. Именно они и стали главными участниками праздника этой игры. А также ветераны гандбола, которые тоже есть в «Черебовце». Планы гандболистов большие. Почетный гость праздника, олимпийский чемпион по гандболу 1976 года Евгений Чернышов считает, что в Вологодской области у гандбола неплохие перспективы. Дети будут заниматься, чтобы они узнают, что это какой-то вид спорта. Он общеразвивающий. Люди бегают и прыгают и бросают. Так что я думаю, что это поможет им в жизни. Поможет в жизни для того, чтобы они и были развиты, и были более спортивно воспитаны. Я думаю, это великолепно. А то, что федерация здесь открылась в вашей области, это здорово. Я думаю, что это будет большой толчок и для города, и для спонсоров, которые должны увидеть и узнать, какой это красивый вид спорта. Хоккейная команда «Северстайл» на минувшей неделе пережила перестановки в тренерском штабе. Николай Соловьев покинул пост главного тренера. При этом череповчане одержали несколько побед подряд. Причем удача благоволила им в сериях булитов. У хоккейной команды «Северсталь» новый главный тренер. Точнее, пока исполняющий обязанности главного тренера. Это Игорь Петров, который руководил командой в прошлом сезоне. Прежний наставник Николай Соловьев расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Игорь Петров прокомментировал эти перестановки в руководстве команды. Николай Дмитриевич приехал в очень тяжелый для нас период. Очень сильно помог мне в прошлом году. И в этом году мы как бы очень так сообща работали. Ну вот видите, как ситуация развивалась таким образом, что, видимо, что-то как-то где-то не получилось. Поэтому, конечно, отреагировали, попрощались, поговорили с командой в доброй обстановке. В этом матче не смог принять участие лучший бомбардир «Северсталь» Евгений Монс. Он получил травму накануне на тренировке. Женька Монс получил у нас буквально перед игрой с автомобилистом руку сложнейшую травму. Получил перелом там, значит, небольшой у него есть. На месяц ориентировочно его не увидим. Очень, конечно, потеря. Потому что в прекрасной форме Евгений был. И качественную игру выдавал, и помогал. И, значит, результативно играл. И тройка на нем сформировалась. Автомобилист открыл счет уже на шестой минуте, реализовав первое удаление в составе «Северстали». Во втором периоде ситуация поменялась. Череповщане уже имели большое преимущество и смогли воплотить его в заброшенные шайбы. Сначала Сергей Монахов счет сравнял, проявив настойчивость на пятачке перед воротами. Спустя 10 минут Павел Бучневич вывел череповецкий клуб вперед, использовав выход один на один с ротарем. В начале третьего периода гости отыгрались усилиями Александра Рыбакова, который проводил первый матч за «Автомобилист». 2-2 в основное время. В серии буллитов победу череповчанам принес точный бросок Марика Квапила. Вратарь Якуб Штепанок отразил все три броска соперников. 3-2 в пользу череповецкой команды. Эта победа стала отличным подарком Юрию Трубачеву, для которого матч стал 500-м за родной клуб. Я не разделяю на себя и на команду. У нас у команды, мы взяли два очка, которые нам очень нужны были. Все, спасибо ребятам за победу, а не за то, что мне галстук купили. Все, все отлично. Я очень доволен. В этот день знаменитый канадский тренер магнитогорского металлурга Майкинен отмечал 65-летие и наверняка ждал подарка от команды. Впрочем, гости вышли на череповецкий лед в ослабленном составе. Из-за травмы не смог принять участие в матче лучший бомбардир уральцев Сергей Мазякин. Но и без него действующие чемпионы чувствовали себя уверенно и первыми открыли счет на 14-й минуте матча. Отыграли череповщане во втором периоде. Николай Казаковцев вовремя успел на добивание и отправил шайбу в ворота самого надежного голкипера КХЛ на сегодняшний день – Василия Кошечкина. Далее голкиперы команд не позволили больше себя огорчить, а потому дело дошло до послематчевых буллитов. И вот тут уже нападающие начали показывать свое мастерство. Они реализовали по две попытки. У Северстали забили Юрий Трубачев и Марик Квапел. Третий булит Якуб Штепанек отразил. И решающий бросок отправился исполнять Дмитрий Гагарлицкий. Первый, что волновался, скорее хотел реабилитироваться, потому что я уже несколько штрафных бросков не забил в этом году. И хотел вернуть это некое доверие, чтобы в дальнейшем рассматривали мою кандидатуру на исполнение штрафных бросков. Дмитрий мастерски переиграл Кошечкина и принес Северстали важную победу над чемпионом, которая вернулась в Череповецкий клуб в первую восьмерку. Очень обидно, что не реализовали большинство 5 на 3, Я считаю, что мы обязаны были реализовывать и доводить матч за трех очков до победных, но два – это тоже хорошо, тем более действующим чемпионом, это очень приятно. И вторую игру подряд при домашних трибунах выиграть – это здорово. Понимаем, что такое главного тренера день рождения, как ребята выкладываются, но мы в свою очередь сегодня тоже хотели сделать череповчанам, нашим болельщикам, подарок, нашим металлургам, которые представляем мы под названием Северсталь. Поэтому ребята сегодня тоже очень старались, была мотивация. Обе команды показали хоккей, немножечко, конечно, игра вратарей сегодня была выше всяких похвалов. 22 октября 70-летний юбилей отметил заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту Александр Калинин. Это тренер, подготовивший единственного нашего олимпийского чемпиона и много других отличных спортсменов. И он по-прежнему поглощен работой. Накануне юбилея мы заглянули к нему на тренировку. Ну что, сейчас давайте потихоньку, как два кружка и там на площадке. Александр Калинин приехал в Череповец в 1968 году, после окончания института в Ленинграде. И с тех пор, как говорят, бессменно трудится на одном месте. Вот уже 46 лет. Названия школ и клубов менялись, ученики вырастали и затем приводили всех уже своих детей. А Сан Саныч каждый день идет на работу, чтобы готовить чемпионов и просто успешных людей. Мы стараемся, чтобы первое, для ребят, чтобы они были устроены по жизни. Поэтому вот это такой девиз был всегда. Вообще по спортивной своей карьере однолюб. То есть вот есть ученики, у которых много тренеров в жизни. Я всегда говорил и буду говорить, что у меня всегда был один тренер. Он был, когда я был совсем маленький и когда я был в сборной на Олимпийском пьедестале, у меня всегда был один тренер, Калинин Александр Александрович. Поэтому вот это вот, наверное, его преданность и моя преданность ему дала такой результат. Тренерская на стадионе «Металлурку» Александра Александровича, можно сказать, творческая мастерская. Впрочем, не только творческая, но и самая настоящая тоже. Приходится много ремонтировать, делали этот стенд, точить велосипеды. Раньше было, у меня велосипедов там где-то 20-30. Мы на велосипедах ездили, у нас ребята из-за Питера ездили, мы многодневки как бы такие делали. Сейчас уже столько транспорта, я уже девочек, вот боишься с ними даже ездить. Коньки сейчас не те пошли, седует Александр Калинин. Красивые, но хрупкие. Не то, что раньше. Старые образцы, кстати, тоже не выбрасываются. Могут пригодиться. Вот ребята, молодежь пришли, многие сейчас не умеют кататься, приходится вот этих, этих не хватает коньков современных. Это старые коньки, как говорится, идут дело. Они как бы красивые, но, видите, уже все отлетело, потом этот летает. Это раз, вот должны клапы быть, эти все отлетело, все приклепали. Это Валерий Викторович Шашаринов, так, тренер, вот ей все сделало, это вот китайский, все дешевое, но с ним нужно. Следить за модой, а главное, новшествами в спорте, жизненно важно для тренера. Если отстал тренер, то и ученик соперника никогда не догонит. В Бердичи было шкору Волоскова, там, по прыжкам в высоту, это тоже все. Или есть в Китае, там, волейболисты, что там, команда женская, вообще. То есть тоже все, ну, везде разных видов. Стараешься искать где-то что-то интересное, и что применить, и так далее. Кстати, в Японии тоже, там, дела с гимнастами, или горные лыжи, там, в Норвегии, в Австрии. Ну, стараешься вот так, сразу, на велосипед, в Голландии, и так далее. Старайся, что есть в литературе, в том же футболе, вот смотришь упражнения, там, иногда. Это что-то интересное, и анализируешь, и сопоставляешь, и стараешься применить к себе, там, что-то. Воспитанников Александра Калинина знает не то, что страна, а весь мир. Сергей Фогичев выиграл Олимпиаду в Сараево ровно 30 лет назад, в 1984-м. Иван Скобрев блистал на Олимпийских играх уже в 21-м веке. В Сочи выступал еще один его воспитанник, Артем Кузнецов. А сейчас, говорит Сан Саныч, подрастает еще один талантливый парень. Парень один такой, ну, данный лучше, чем у Фогичева, такие. Ну, я ему говорю, вот сейчас, ты должен, ну, отцу там, сказал, ему еще не говорил, там, чемпионат России выиграть. Последний, вот на следующий год, например, такой цель поставил. Он удивился, но такие, так, промежуточные. Или, вот, я говорю, там, позвонил отцу, я говорю, в Голландию отправим, или еще что-то. Сумеешь помочь? Сумеешь, не думаешь, и так далее. Задачи Александр Калинин всегда ставит самые амбициозные. Но при этом, вне стадиона знаменитый специалист очень скромный. Отмечен наградой за заслуги перед Череповцом, но на улице его узнают редко. А иногда и до неприятных курьезов доходят. Меня из автобуса выгоняли. У нас, как бы, это, бесплатный проезд на автобусе. Так никто не ездит, там, ну, в особые заслуги перед Череповцом. А там тоже почетные у нас, ну, Мордашов, Позгалев, да, эти. Ребята, никто на автобусах не ездит. А я на автобусе езжу, так они там, ну, раз, они не знают, там у них раз в жизни попадется, может, так и выгнали. Пришлось это, потом извинялся, там, это руководитель автоколонны и так далее. За кондуктор шел. Поэтому это дело такое. Нет, я ничего не узнаю. Что узнавать? Узнают, многие узнают, пьяницы, там, еще чего-то, никто смотрит. Знаете, о, Сан Саныч, о, Сан Саныч, там, да, вот так. Ну, спортсменок, кто так, может, знает, это особо нет. Молодец, Настя. Уходи, уходи, Настя. Эй! Усядь это, пусть уйдется. Александру Калинину исполняется 70. До сих пор он так же, как и 46 лет назад, готов со своими ребятами гонять мяч и быть примером. Как на тренировках, так и в жизни. Ну, мечта закончить. Сейчас вот, с 70 лет, как бы, закончить это дело, надо решиться, да. Потому что условия вообще, ну, ничего не улучшается, только хуже, хуже. И поэтому очень тяжело. Просто они думают, я и на собрании говорил, думают, я всемогущ, а на самом деле это не так. Поэтому я им сказал, сдачи, первое – здоровье, второе – учеба, третье – это вот спорт. Они как целевые, так как раз, ну, по ранжиру. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы!